Хорошо. Не так давно я отважился сдать немного крови. Красный крест. 45 минут из вашего дня это не так уж и долго. Это примерно один урок по математике. Сдача крови не имеет большого значения, как и урок по математике. Вы обычно сдаёте кровь по одной из двух причин. А. Либо вы это делаете для хорошего дела. Или Б. Вам нужны деньги. Ты полудурок! Хватит задерживать очередь! За долба уже! Но с моей стороны, это не моё. Дело не в том, что при виде крови мне становится плохо. Дело в том, что мне становится похуй. Меня тошнит от ощущения пульса. Я лучше удалю доту, заброшу Майнкрафт. Или в конце концов проведу летние каникулы в школе. И может быть без сознания на земле. Я просто оставлю тебя там. Я не проверю твой пульс. Если я это сделаю, я надеюсь, что ты уже мёртв. Потому что я не почувствую твой пульс. Когда я был в школе на физре, нас заставляли бегать. А затем проверять частоту сердечных сокращений. Я не хотел делать этого. Поэтому я просто врал. Хорошо. Какая у тебя частота сердечных сокращений? Хм. Девять? Девять? Девятьсот. Девятьсот? Ты что, чёртова калибрия? Но зная, что платят деньги, я решил, что сдам немного крови. Первое, что они делают, это проверяет вашу кровь на наличие гепатита в вашем теле. Хорошо. У тебя моль гепатитов. Поздравляю. Ммм. Спасибо. Она там облизывает свои губы. Кто у меня кровь-то брать будет? Показалось, её зовут Люси. Или Сочная. Я просто тогда не расслышал. Люси или Сочная. Одно из двух. А вы будете использовать иглу или голыми руками выжмите её из меня. Но я был готов в любом случае. У тебя в руке несколько больших вен. Амм... Так, с этим местом. Так что теперь я чувствую свой пульс, и вся комната воняет рвотой. Класс. Теперь и меня начинает немного тошнить. Я начинаю думать. Они истощают мою жизнь. Мой хп падает прямо сейчас. Кажется, из меня сейчас высосут всю кровь. Прям как в фильме про Дракулу. У Дракулу хоть не такой страшный, как они. У меня закружилась голова. Этими мутантами в халатах было принято решение влить мне кровь. Просто, чтобы я мог сдать эту кровь. Господи, ничего глупее со мной не происходило. То ли из-за потери крови, то ли по жизни нехватки мозгов. Но я решил просто встать и уйти. Это моё! Отвалите от меня! После я понял, что прогуливать уроки перед маминой работой не такая плохая идея, как встать во время переливания. Так как у меня забрали много крови, у меня начались глюки. Филипп, что вы здесь делаете? Ваш клип отстой. А ты по жизни такой полудурок? Или просто не завтрака утром? Я не завтракал. Вот поэтому тебе и хреново. Спасибо, Кэп. И вообще, просто вытащи эту чёртову иглу из меня. Я лежу и цепляюсь за сознание. Говорю себе, твою мать, только не падай в овморок. И когда я уже почти отключился, сочный спас меня. С тебя хватит. И она повела меня к столу с закусками. Усадила меня на стул и кидает мне на лицо печенье. Ешь! Ты должен есть, чтобы жить! Да ладно! Наконец-то вы сделали своё доброе дело. И вы даже получаете стикер. Вы прям администратор ВКонтакте. Стикеры раздаёте. Спасибо за кровь. Теперь запомни. Своя следующая сдача через 54 дня, 12 часов. Ну как там, сам убирай! Хочет топчуть всякие! Всем спасибо за просмотр, ребята. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем пока!